живет. Глаза свои навек закрыл, ты нас, отец, осиротил, ты добрым был отцом, супругом и искренним, надежным другом. И вот мы здесь, ты в мире том, и без тебя пустее дом, но смерть над памятью невластна, ты с нами будешь ежечасно, тебя в сердцах мы помнить будем и никогда не позабудем. Дорогие друзья, добрый вечер вам всем. Сегодня исполняется один год, как мы проводили в последний путь скромного, благородного, порядочного человека. От имени Семи Мавляновых огромное спасибо всем, кто был на панифиде, кто присутствовал на семидневном юшуо, кто был на 30-дневных поминках и кто находится здесь. Вначале я хочу попросить вас, особенно вас, женщины, сегодня мы у вас ничего не просим, ни деньги, ни чтобы вы поднимали тяжелые кирпичи, ничего. Только мы просим, чтобы была тишина. Я хочу попросить прощения, если кому-то тесно, потому что зал поменяли, короткое время до ушло, поэтому от имени детей усопшего. Мы просим вас прощения, если вдруг кому-то тесно или кто-то ушел, потому что не хватило мест. Сегодня все, кто будут выступать, и я в том числе, мы просим вас, чтобы соблюдали регламент, потому что по Рахмину можно говорить очень много добрых слов. Сегодня у нас будет фильм, который будет продолжаться примерно полчаса. И если вдруг мы кому-то слово не успеем предоставить, мы у вас заранее просим прощения за это. Брюр Рахмин прожил без малого 85 лет. Я не буду долго останавливаться на его биографии. Дай Бог здоровья нашей дорогой Цзои и его жене, с которой он прожил в любви и согласии 56 лет. Трое замечательных детей, двое дочерей и долгожданный сын Игорь Бошан-Руэйм, дочери Ира Стелла. Дорогие друзья, только что я был на свадьбе в Хупа, и пара женила в 66 году, и когда они женились, было землетрясение. Вот это было в апреле, и он сказал, дорогая жена, я не знал, что будет землетрясение, документы все исчезли, все это осталось под кирпичами, но я обещаю, что это обратно все возобновлю. И вот только что я провел им Хупа, церемонию обновили Хупа, и я сказал, как вы прожили вместе 50 лет, дай Бог, что вы еще прожили 50 лет. Я не знаю, если Бог сказал, сказал Амин, я надеюсь, что да, но Брюр Рахмину на самом деле Бог подарил 50 лет, потому что мы сегодня не должны были его год исполнять. Не дай Бог, в этом году было бы 50 лет, как мы бы его потеряли. Вот много людей идут, чтобы гадалки посмотрели, сколько лет я буду жить. Даже если человеку суждено прожить мало, он может свои годы удлинить. И если человеку суждено прожить долго, он может свои годы укоротить. Когда Брюр Рахмину было всего лишь 35 лет, произошло несчастье. Обнаружили ужасную болезнь, и уже доктора говорили, на хорошее не надейтесь, и уже готовьтесь, не дай Бог. Но благодаря Богу, благодаря благословению его родителей, благодаря его родным и близким, его спасли. Муж его сестры, ныне покойный, дядь Миша Бабаев, и также спасибо Млоборуха Мошееву. Миша Бабаев подключил связи и поднял больших докторов в Москве, и также Млоборуха Мошеев отвез Млоборуха Мошееву в Москву, и его там вылечили, и произошло чудо, что на самом деле он не умер, и он выздоровел. Для того, чтобы его болезнь обратно не появилась, хотя он болел там, тут, доктора говорили, что он должен проживать в Москве. И на самом деле, чтобы всегда быть рядом с докторами, которые его вылечили, он должен был проживать в Москве, и он там жил, дорогие друзья. Акарахмин имел образование, но он работал в системе бытового обслуживания, он был моделером, делал очень красивые стрыжки и притески, честно зарабатывал на жизнь, и это то, что он внедрил своим детям. В Америку Млорахмин приехал в 95-м году, здесь он прожил 20 лет. Когда он приехал в Америку в 95-м году, через год умирает его мама Апарико, а еще следующий год спустя, в 97-м году, скончался его брат Мордахай. Хорошо, что Апарико, она не увидела смерть своего сына, и это как бы говорится, но мы всегда молим Бога, чтобы наши дети остались позади нас, чтобы мы ушли, не дай Бог, впервые, когда время придет. Мы желаем сердцоне долгих лет жизни, когда умирает человек, у нас есть одно пожелание, сон Банекидзура. Мы знаем десятки и сотни людей, которые, к сожалению, в течение года похоронили два человека, три человека. Я знаю семью, за полтора года семь человек у них умерли, не дай Бог, никому. Но в этой семье, слава Богу, только Той Томошо, когда скончался Мордахмей, он знал, что намечается свадьба, и он благословил своего внука Илюшу, чтобы его свадьба прошла благополучно. И 3 сентября была грандиозная свадьба, что наш дорогой Илюша женился. Дай Бог, чтобы Бог ему дал счастье, много детей, чтобы все только вот внуки, правнуки, Факат Той Томошо Швейной. Дорогие друзья, сразу я передаю микрофон нашу дорогому Равай Пару Пабаеву.